посчастливилось мне на одном из аукционов выдернуть вот такую перуанскую монетку в два соля с этой стороны ничего обычного а вот со стороны реверса рядом с цифрой 2 изображены две птички калибры стилизованные такие это так называемые геоглифы есть такое интересное такая интересная штука так скажем вот древние культуры создали по всей планете загадочные геоглифы громадные изображения вырезанные в ландшафте и часто разглядеть их можно только с воздуха так как эти картины были нарисованы задолго до того как воздушные путешествия стали реальностью факт существования геоглифа заставил задуматься об их происхождении для кого это было предназначено кто их создал с какой целью вот то что на монете называется линии нас к самый известный геоглиф можно увидеть в пустыне нас к в южной части перу и он вошел список мирового наследия юнеско ученые считают что линии были созданы примерно между 200-м годом до нашей эры и 500-м годом нашей геоглиф состоит из сотен фигур многие из которых изображают животных таких как калибри вот то что мы видим на монете но могут встречаться и акулы обезьяны пауки дельфины ящерицы и даже предполагаемые космонавты сегодня цель создания и значение линии нас к остается загадкой хотя выдвигается целый ряд теорий некоторые предполагают что они предназначаются для наблюдения богами культуры нас к другие считают что они созданы в астрономических целях есть даже люди уверены что линии нанесли для общения с внеземными цивилизациями вот как бы по всему миру это раскиданы есть в англии в чили в пустыне и много где но вот как бы россию это тоже не обошло российский геоглиф тоже и существует есть такой таинственный рисунок изображающий олени или лося был обнаружен на склонах горного хребта зверят куль в челябинской области в россии этот геоглиф может оказаться старейшим всех из всех обнаружен до сих пор каменные инструменты разбросанные вокруг рисунка относятся к периоду неолита и халкалита и датируются периодом между 4000 и 2000 годами до нашей эры таким образом вполне возможно что геоглиф был создан древней мегалитической культурой вот так считают ученые есть вот такой вот вот такой вот такой не только в перу но и в россии тоже имеется ну что ж хотел похвастаться похвастался на этом пожалуй все спасибо за внимание до свидания